10 грузовиков в час. С такой скоростью сейчас работает крупнейший элеватор в стране. В Толочине зерно на хранение принимают круглосуточно. В бункерах помещается почти 150 тысяч тонн урожая. Первая лабораторная проба еще на пороге. Потом зерно досушивают, очищают и даже замораживают. Стратегический запас пшеницы потом может храниться до трех лет. Влажность 17,6. Зерно вообще живой организм. Оно дышит в течение трех месяцев. То есть после уборочного дозревания происходит после приемки. И необходимо с ним, конечно, работать. Оно выделяет и воздух, и влагу, и дышит, и повышается температура. Поэтому мы непрерывно с ним работаем. Уборку зерновых Северный регион завершил. Но работы еще много. Пыль столбом на всех картофельных полях. 20 дней уже без дождей. И работать получается с 7 утра до 9 вечера на максимальных оборотах. 8 километров в час – это предел для таких машин. Этот комбайн захватывает только две борозды. И первым делом здесь спешат собрать клубни в низменных местах. Небольшой дождь уборку картофеля, конечно, не остановит. Но настроения и скорости сразу пойдут на спад. Когда на борозде длиной в полтора километра, надо делать 10 остановок. Где-нибудь сырвато, надо скорость снизить. Потому что может забить комбайн. Тоже сложно. Ставку Толочинский консервный завод делает на сорта отечественной селекции. В этом году прибавили к прошлогоднему урожаю больше 10%. И задача не только вовремя посадить и убрать, но и спасти от травы и вредителей. Только тогда осенью можно увидеть результаты трудов. И собирать с одного куста до 15 клубней. Это залог будущего урожая. Если просто посадить и на это не смотреть, таких результатов можно не достичь. А затраты будут очень большие. Треть урожая из картофельных полей уже в хранилищах. В специальных ангарах он будет лежать до весны. Тогда начинается самый активный спрос. Среди покупателей – компании из России, Молдовы, Сербии и Турции. Научились угадывать самые разные предпочтения. В наличии даже картофель богатырский. О вкусах не спорят, понимаете, как кому-то нравится. Приезжает основной наш покупатель. Один раз ему надо крупный картошка, один раз мелкий. Поэтому любая картошка – это хорошо. У всех разные потребности, разные параметры. Вырастить, сохранить – теперь крупный производитель картофеля ставит своей целью и внедрение новых технологий в переработке урожая. Рядом с крахмальным цехом уже возвели здание, где будет линия по производству замороженного картофеля фри. Олег Шапель, Олег Уринов. Наши новости.